Ошибки в строительстве. Как часто сталкиваемся мы с ошибками при строительстве загородного дома? Почему они происходят и что нужно делать для того, чтобы этих ошибок не было? Поговорим сегодня в этом видеоролике. Всем привет, друзья! Меня зовут Павел Рыбаков. Я занимаюсь кровельными и фасадными работами. В этом году я принял решение, что буду наконец-таки строить себе дом. Поэтому, если вам интересна тема строительства, подпишитесь на мой канал. Я каждую неделю буду выпускать ролик, который будет посвящен загородному строительству. Я начинаю строить себе дом. Дом у меня будет из газобетона, общей площадью 200 с лишним квадратных метров. Из всех работ, которые я уже успел сделать на своем участке, это я пригласил компанию, которая занимается железобетонными сваями. Под основной дом у меня будут сваи 200 на 200, потому что дом тяжелый. Под пристройку легкую сваи будет 150 на 150. Но даже несмотря на то, что я сделал небольшое количество работ на своем участке, я уже успел познакомиться с таким не очень приятным словом, как ошибка. А это же 150. Из этого небольшого видеоролика становится понятно, что строители просто перепутали местами свая. Вместо сваи 200 на 200 они начали забивать сваю 150 на 150. У них была специальная карта, в которой было помечено, куда и какую сваю нужно забивать. Но несмотря на это, они просто не туда посмотрели, а может быть вообще не посмотрели в эту карту и начали устанавливать сваи на память. Хорошо, что моя супруга оказалась зрячей и вовремя увидела этот момент, и мы вовремя избежали эту ошибку. Поэтому первый вид ошибок называется внимательность. Внимательность это та ошибка, которая не зависит от профессионализма строителей. Она может случиться как у профессиональных строителей, она также может случиться и у непрофессиональных строителей. Есть очень замечательная русская пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь». Поэтому, чтобы не допускать этой ошибки, нужно семь раз померить и один раз отрезать. Недавно мне позвонила одна семейная пара и попросила разобраться в одном вопросе. Они проживали в небольшом коттеджном поселке в Подмосковье, у них был танхаус, на кровле этого танхауса росли большие сосульки. Клиентка задала мне вопрос, являются ли сосульки ошибкой в строительстве. Я сказал, да, сосульки и большие и маленькие это являются ошибкой в строительстве. Она сказала, почему, ведь мы все сделали правильно, все сделали по инструкции. У нас утепление сделано 20 см, лежит пароизоляционная пленка, мы все сделали правильно. Тогда я ей сказал, давайте я возьму тепловизор, приеду к вам и мы наглядно посмотрим, есть ли у вас какая ошибка или нет. Тепловизор это покажет сразу. Я приехал к ним на участок, на самом деле я увидел на крыше большие сосульки, поднялся к ним в помещение и там я увидел следующую картину. Температура была примерно плюс 18 градусов, я включил тепловизор и начал исследовать каждую комнату. И там я уже увидел, что в карнизах, фронтонах, в коньке, в яндове идут большие теплопотери. Что происходит? Кровельный пирог, через него проходит тепло, оно подогревает кровельное покрытие, снег тает, замерзает, тает, замерзает и из-за этого образуются большие сосульки. И это является строительной ошибкой. Почему эта строительная ошибка произошла? Потому что строителям было по барабану, они просто взяли, напихали туда утеплитель, не продумали узлы, как у них утеплитель будет подходить к коньку, к фронтону, к мурлату, к яндове. Соответственно образовали же большие щели, через которые уходит тепло. Этот вид ошибок называется профессиональный. Далеко не будем уходить от утепления кровли, иногда такое бывает, что клиенты звонят нам не только, чтобы мы проконсультировали их по поводу качества утепления и качества пароизоляционной пленки, иногда нам и самим приходится выполнять такого плана работ. Так было на одном тонхаусе, который состоял из двух квартир. В одной квартире мы сделали утепление 20 см, в другой квартире мы сделали 15 см. 15 см для Москвы и Московской области эта толщина недостаточно качественная. В Москве и Московской области по СНИПам написано, что толщина утеплителя должна быть 180 мм. Округляем в большую сторону и получается минимум 20 см, а еще лучше 25 см. Но мы специально сделали 15 см. Мы эту толщину сделали не потому, что мы криворукие строители, или не потому, что клиент оказался жадный и не захотел платить нам за материалы и за работу. Просто для этого клиента была важна каждая толщина, каждый сантиметр был важен. Потому что если бы мы опустили еще на 5 см, то для клиента это было бы слишком низко. И эта ошибка называется специальной. Когда клиент понимает, что он получает в конечном результате, но из определенных обстоятельств мы просто не можем сделать по инструкции. Соответственно, у того клиента, у которого мы сделали утепление 15 см, у него сосульки растут. У того, у которого сделали 20 см, у того сосульки не растут. Мы с вами разобрали, какие есть ошибки. Это внимательность, профессиональные и специальные ошибки. Что нужно сделать для того, чтобы этих ошибок не допустить? Я дам вам несколько советов. Первый совет. Если у вас есть возможность и время, то, конечно, нужно заниматься самообразованием. Потому что знание это тот ресурс, который вас оградит от ошибок. Сейчас наступило прекрасное время, когда крупные производители открывают у себя на базах специальные школы, куда вы совершенно бесплатно можете приехать и получить нужные для вас знания. Производители рассказывают о материале, о том, как этот материал производят. Рассказывают о методике монтажа этого материала. Дают вам специальную литературу, дают вам инструкции по монтажу. Смажем лизоталь, как можно лизоталь, можно разлить и собрать то, что мы разлили. Ну и ставим блок. Если у вас нет возможности приехать к производителю на обучение, то вы можете позвонить в службу технической поддержки и также задать любой вопрос, который вас интересует. У многих производителей есть шрифмонтаж. Это когда вы можете пригласить себе на участок технического специалиста. И он расскажет и покажет, как и что нужно делать, в какой последовательности. Потом также этого специалиста можно пригласить для того, чтобы он проверил качество выполненных работ. Единственный нюанс, эта услуга обычно платная, от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от производителя. Совет номер два. Выбирайте узко специализированных строителей. Каменщик должен делать кладку, кровящую кровлю, электрик-электрику, сантехник-сантехнику. Не стоит экспериментировать на своем доме и нанимать бригады, которые занимаются общестроительными работами. Они могут делать все, но по факту они не могут делать ничего. Потому что мелочи, которые есть в каждой работе, они обязательно эти мелочи не будут учитывать. Совет номер три. Например, нужно, чтобы вам положили металлочерепицу. Вы выбираете узко специализированную бригаду. Наверняка они такие работы уже сделали. Или может быть у них в процессе есть работа, куда вы можете приехать и конкретно посмотреть, как выполняется данная работа. Потому что когда вы приедете на объект, вы увидите, каким инструментом работает, кто работает, как они одеты, как они с вами общаются аккуратно на участке, убраны на участке. Вы можете посмотреть какие-то узлы, открыть инструкцию, пройтись с бригадой по этим узлам. То есть посмотреть наглядно, как работает бригада. Может быть получится даже пообщаться с заказчиком и он скажет, доволен ли он этой бригадой или недоволен. Когда вы читаете договор, обязательно обращайте внимание на гарантию. Потому что гарантия не должна быть один-два года. Ни при кровельных работах, ни при установке окон, ни при монтаже фундамента. Минимальная гарантия должна быть пять лет. Мы максимальную гарантию, если знаем, что все выполняем правильно, все выполняем по инструкции. И у нас очень качественные материалы. Максимальную гарантию на работу мы даем до десяти лет. Поэтому один-два года это гарантия, которая неприемлема для вас. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Потому что каждую неделю я буду рассказывать о строительстве загородного дома. Я желаю вам удачи.